Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Гнев — это одна из причин наших многочисленных ошибок в жизни. На почве гнева происходят и преступления. Гнев является причиной кровопролитий. Гнев становится причиной частых разводов и непоправимых ошибок. И сегодня я хочу, чтобы было напоминанием и для себя, и для всех нас, рассказать о пяти шагах обуздания победы над собственным гневом. Наша религия не будет полноценной до тех пор, пока мы не будем соблюдать нашу религию, соблюдая стойкость, справедливость нашей религии во всех состояниях. И в гневе, и в довольствии. И в богатстве, и в бедности. И в болезнях, и в здравии. То есть какие бы ни были эмоциональные состояния, не должны влиять на нашу прямоту, на нашу верность нашему Создателю. Как же сохранить верность в повиновении Всевышнему Аллаху во всех состояниях? Мы должны знать, эмоции — это главный инструмент нашего врага, сатаны, шайтана. И чем дальше нам удастся оттолкнуть от себя или отдалиться от шайтана, тем более здравомыслящими и более покорными Всевышнему мы остаемся. И одним из первых шагов, первых средств защиты от шайтана в таких случаях и на всю жизнь — это поминание Всевышнего Аллаха. Особенно, когда мы испытываем на себе давление со стороны шайтана. Поминание Всевышнего Аллаха, зикр — это наше убежище, в котором мы спасаемся от наущения шайтана, избавляемся от его попыток сбить нас с истинного пути. В Священном Коране Всевышний говорит «Аузу билляхи мина шайтанир-раджим» «А если коснется тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то есть он начнет подстрекать тебя к совершению плохого дела или оставлению благого, то обратись за защитой к Аллаху, ведь поистине Он слышащий, знающий все наши деяния». Мы должны всегда стремиться оставаться мусульманами, поминающими Всевышнего Аллаха, посещающими маджилисы дикра, маджилисы прославления посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма. И ни в коем случае стараться всегда не упускать и соблюдать вид поминания Всевышнего Аллаха из-за дикра. Будет это мольба о прощении грехов, истегфар, ла илляха илля Аллах, чтение Кур'ана, поминание Всевышнего Аллаха, когда просыпаешься, когда ложишься спать, когда выходишь, когда садишься в свой транспорт. Всегда прибегать и делать привычку, привычкой для себя поминания Всевышнего Аллаха. И тогда мы будем защищены от наваждений шайтана. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, нам советуют, именно когда мы в порыве гнева, когда нас одолевает злость, прибегать к помощи Всевышнего Аллаха, к защите Всевышнего Аллаха. Приводится в хадисе, что рядом с посланником Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, поругались двое. Один из них стал очень зол, и стало это заметным на его лице. И тогда посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, сказал, Я знаю слово, если этот, кто сейчас зол, скажет это слово, его покинет это состояние, сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, и сказал, Я прошу спасения, защиты у Всевышнего Аллаха от проклятого сатаны. Вспомните это слово, вспомните о Всевышнем Аллахе, когда вы злые, когда в ваших венах закипает кровь. То есть первый шаг, первый шаг, вспомните о своем создателе, ведь Всевышний Аллах велик, он твой творец, создатель всего сущего, и нельзя его забывать, особенно в таких случаях. Также говорит посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, раб не способен защитить себя от шайтана, кроме как поминанием Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах в Коране говорит, Узкуру Аллаха викрун кафира, поминайте Всевышнего Аллаха регулярно. Регулярно поминать Всевышнего Аллаха. Это первый шаг в защите от шайтана и в защите от последствий нашего собственного гнева и злости. Второй шаг, это изменение своего состояния. Абудзар, радия Аллаху анху, приводит от посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, и говорит, если кто-либо из вас разозлится, и он стоит, пусть он сядет. А если его гнев не покинет, пусть он ляжет, говорит посланник Аллаху алейхи васаляма. То есть в этом состоянии нужно не идти на поводу своего гнева, своих этих эмоций, а предпринимать шаги против этого состояния. То есть действовать противоположно. Если ты стоишь, заставить себя сесть. Если сидишь, и тебя не покидает гнев в этом состоянии, лечь. То есть таким образом речь идет о физическом противостоянии тому состоянию, которое тебя одолело в этот момент. Так же приводится, говорит Ибн Муфлих, «Ва юстахаббу лиман галиба ани югайи рахаля». Из-за этого следует, что тот человек, который в этот момент в гневе, ему необходимо изменить свое состояние, изменить свое положение, свое местонахождение, стараться покинуть это место, стараться всеми силами, всеми способами отойти от того места, которое вызвало твой гнев, для того, чтобы не совершить того, что ты потом не будешь способен исправить. Абуд Дарда, ралли Аллаху ангу, приводит, что я спросил, «О посланник Аллаха, «Укажи мне на путь, который приведет меня в рай». Посланник Аллаха сказал ему, «Не гневайся». Ведь неспроста пророк, салли Аллаху алейхи вассаляма, так говорит. Не думайте, что гнев – это демонстрация твоего мужского достоинства. Нет. В этом не заключается твоя сила. Сила мужчины заключается в том, чтобы, будучи способным, имея свою силу, сохранять хладнокровие, сохранять рассудок и не поддаваться своим эмоциям и не совершить непоправимое. Вот в чем заключается мужество с точки зрения хадисов посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма. Ведь в одном из хадисов посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма так и говорит. «Лайса шадиду бессур'а, иннама шадиду ман аль-лави ямлику нафсаху инда лгалаб». Не является крепким, смелым, сильным тот, кто способен физически перебороть другого. Это достоверный хадис. воистину усилен тот, кто обладает самим собой, когда он в гневе. Говорит посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма. То есть в этом состоянии, в состоянии гнева изменить свое положение, свое состояние, постараться снять с себя последствия этих эмоций, этого гнева. Это второй шаг. Следующий шаг, третий шаг совершить омовение. Слушайтесь внимательно в этот хадис, где посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма говорит «Инна лгалаба мин ас-шайтани» «Воистину гнев исходит от сатаны, от шайтана». «Ва инна ас-шайтана хулика мин аль-нари ва инна ма тутфа уннару бильма». «И воистину шайтан сотворен из огня». «А огонь гасится водой». «Когда кто-либо из вас разгневается, пусть он совершит омовение». Желательно это сделать прохладной водой, потому что холодная вода, прохладная вода, она оказывает чудесное воздействие в облегчении такого состояния. Это третий шаг. Первый шаг поминания Всевышнего Аллаха. Второй шаг изменения своего состояния. Третий шаг это омовение. Сделать омовение, использовать при этом прохладную или холодную воду. Четвертый шаг это очень важный шаг во время гнева. Посланник Аллаха салюллаху алей и вас салям говорит это молчание. Нет ничего лучшего во время гнева, чем способность промолчать. Перестань отвечать на всякую брань. Просто придержите свой язык. Удержитесь крепко зубами свой язык за зубами для того, чтобы не высказать непоправимое. Потому что именно в таких состояниях мужчины произносят слова развода, произносят слова, которые причиняют впоследствии приводят к кровопролитию, к глубокой обиде, которую твой брат не забудет всю жизнь. Это очень важный шаг. Перестань отвечать на звонки. Не отвечай никому на звонки, пока ты не придешь в себя. Если ты в этот момент за рулем, останови машину, прими вправо, остановись, говори «Арзу билляхи мин аш-шайтан и рожим». Берись запоминание Всевышнего Аллаха. Приди в себя, только после этого продолжай свой путь. Прекрати всякие действия, если ты в этот момент был намерен заключить торговую сделку, торговые сделки прекрати. Прекрати любые взаимодействия, просто этот момент лучшее спасение во время гнева это промолчать. Особенно призываю женщин к этому. Если муж как-то разозлил или же сказал что-то, лучше промолчите. и наоборот в молчании есть большое спасение. Поэтому посланник Аллаха в хадисе, который передает Абдулла ибн Аббас так и сказано. Посланник Аллаха говорит Когда кто-либо из вас разозлится, пусть он промолчит. И пятый шаг, пятое действие это вспомнить о величине той награды от Всевышнего Аллаха за подавление гнева. Ведь Всевышний Аллах в Священном Куране восхваляет тех людей, которые способны подавить свой гнев. И говорит Абдулла Минашид Ан Раджим Всевышний Аллах говорит Так спешите же, торопитесь же, опережайте друг друга к прощению вашего Господа и Крайским Садам, широтой которых являются небеса и земли, которые уготованы богобоязненным. Каким богобоязненным? Всевышний Аллах характеризует богобоязненных следующим образом. АЛЛЯЗИНА ЮНФИКУНА ФИССАРРА ИВАЛЛАРРА То есть богобоязненные это те, которые расходуют свое имущество на пути Аллаха, когда они в богатстве живут и когда они живут в бедноте. ВАЛКАЛИМИНАЛГАЙЛА И подавляющие свой гнев. Вот двумя свойствами Всевышний Аллах характеризует богобоязненных в этом аяте. Ибн Умар РАДИАЛЛАХУ АНХУ передает от посланника Аллаха САЛЛАХУ АЛЕХИ ВАСЛЕМА следующий хадис и говорит Нет глотка более превосходящего в награде от Всевышнего Аллаха, чем глоток гнева, который проглатывает РАБ ради довольства Всевышнего Аллаха. Еще раз повторяю, дорогие братья и сестры, эти пять шагов, которых следует записать и хорошенько запомнить на тот случай, когда мы будем злы и будем в гневе и будем на грани совершения очень тяжких проступков, грехов и непоправимых ошибок. Первое, поминание Всевышнего Аллаха, второе, изменение своего состояния, третье, совершить омовение, четвертое, молчание, и пятое, вспомнить о великой награде Всевышнего Аллаха за подавление своего гнева. Да поможет нам Всевышний Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах. Ассаляму Ассаляму Продолжение следует...